девчоночки я иду вроде бы все подготовила а все равно не все девочки всем привет всем здоров я духе патриотизма как мы еще говорили это духе коммунизм я не туда зашла нет ни на ту страничку пардон мы это уже прошли эти уроки извините не то не то ляпнула хотела 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 выступить красиво но как всегда получилось ничего хорошего девочки кальмары почистила по были даже в двух половиночках кусочках в этих вот эти пластмасски вот этих не пошел на такой дешевле а что это у них надо почитать когда-то эту как она называется о как нас анатомию кальмаров анатомия любви а выложкину девочки анатомия любви а вы знаете помню название не помню прошу надо хоть глянуть хоть отрывочки какие-нибудь а ну отрывочки глянешь и сразу вспомнишь прошу было кино на лишь про любом про какую-то а про какую я не знаю не знаю девочки кусочки масла смотрите я хочу сковородку там увидите дульки я думаю у вас тоже такое бывает останется кусочек замотаем пригодится вот пригодилась сейчас я прямо с бумажками прямо с бумажками сейчас хайросай бумажки выкину сразу о девочки она все подпадала сразу слышите сковородка у меня горячая вы поняли все хоть какие-то кусочки уже улетели и и мусора нет уже все в холодильнике все это сюда девочки первую очередь мы сейчас лук сейчас эти кальмары девочки во первых и же я думаю вы все уже как и готовили миллион раз я думаю без этой еды можно обойтись если честно говоря и не то что обойтись а супер обойтись девочки лук вот так полукольцами но потоньше желательно я думаю покупать эти кальмары я думаю никто их не покупает может молодежь девочки мы уже этого поели всего нам это уже и не надо эти кальмары мы такое поели уже своей жизни что теперешняя молодежь такое не поезд поедет но у них совсем другое сейчас да какие-то новинки ну и ничего вкусного там нету хотят все равно они все как и мы вот так девочки попробуют попробуют опова возвращаются к борщам к жареной картошки голубцам к вареникам к сырникам драникам кругом всего напробуются а хотят вот этого блинчики какие-то пирожки с капустой даже так на каких-то супер-пупер гульках на каких-то там где нам туда не дано войти на питок они что они не видели вот этого вот этих краба вот этого всего щупальца там кого-то не видели все не перевидели им по тарелке борща-то чеснока-то постного пахучего масла-то сало хорошего нарезать вот это будет самое классное сначала это покушать а потом уже выйти повыпендриваться что-то другое я права как всегда они девочки пьют сейчас не так как мы вы как раньше пили да и сейчас 100 грамм выпить и нам хватит а сейчас теперешняя молодежь девочки простого масла у меня немало я возьму сейчас одинаковая а теперешняя ходят бокальчик вина ну или пуха или бухают хорошо виски или что они там пьют крепче крепленое вот это или же ходят целый вечер пол бокала вина сосут зачем чтоб понять вкус чтоб распробовать вкус вина разве спиртное вкусно от спиртного ожидаешь не вкуса градусы по голове а на вкус какое вкусно отрава все чтоб ты не выпил все равно результат один а чтоб а чтоб пить вино или коньяк или что-нибудь смаковать вкус понимать о ой девочки вам вкусно спиртное спиртное выпил пару рюмок наелся хорошо и все где про и про а потом гуляю же потихоньку только кушай кушай но уже пить ну это смотря кто как я нет я вот это сразу если в компании где-то лишу я вот это сразу выпила там рюмку поела хорошо и сижу потом танцую вот это разговариваю все но больше я не пью я вам честно мне вот это не надо давайте давайте за меня давайте на пассажок не я в эти игры не играю а кушать кушай продолжаю продолжаю это потел сразу что ничего не попробуешь да сразу покушал ну а если на столе наставлено там сколько блюд так конечно потом уже сидишь на елся вроде все потом то потянул попробовать то то просто попробовать уже еда сразу как только за стол сели девочки правда вот это вот это как вот это сейчас или да когда потери сознания что валяются или же или же я же говорю как как венцо ходят смакуют как будто что-то понимают вкус вина вкус борща и кто-то понимает тот вкус вина прям хоть бы не побили молодежь мама права мать права все девочки я никогда я не знаю сочетаются грибы с кальмарами и чем они сочетаются они не сочетаются только если их переварить а если не если нормально сварить он раз совсем и борщ можно в конце как сало потолочь только порезать это едак из которой можно прожить и не тужить правда девочки как и без шампиньонов шампиньоны грибы то грибы должны быть маслята белые лисички вот это грибы а вот это все сыростью какой-то пахнет это люда вам расскажет чем вкус жизни а то пьют а я девочки когда еще раньше когда я не знаю во сколько лет я попробовала коньяк но спиртное первый раз я попробовала девочки 16 лет на новый год я же помню это мне в мае было 16 она новый год уже уже на следующий год не 17 да после января че после декабря вот 16 с половиной лет вот это первый раз я попробовала спиртное это было вино столовая по 70 копеек было помните бутыляки стояли 700 граммовый чили троу и 70 копеек она стоила и лимонный ликер помните раньше ликер но они же натуральные были девочки и мы вот это я воля и лорка боровкова я даже знаю кто это умерла отца со небе двое деток осталось не знаю чего мама рано у меня вот уже ли я мимо ее дома сейчас хожу сюда новоколинчука сразу накировано в дом одна дочка у родителей а на двое деток родила ой господи не дай бог короче девочки сейчас закрою крышкой чтоб они немножко упарились а потом я открою на большом огне их запасы вот короче говоря девчонки мы купили сбросились а почему же ликер тоже был дешевый че 2 90 он стоил 4 3 10 девочка до троячки или троячка ликер не помню вино точно помню столовое вино 70 копеек бутыль бутылка такое кислое как вспомню мы купили бутылку этого ликера сбросились брось мы с ольга и лорка на пополам вот и вот это же ликер это девочки покушать что-то лоркины родители они куда-то смылись а ее родители всего куда-то она она же одна была на пятом этаже и мы же это самое ей родители наготовили еды силу кучу она сказала что я с девочками буду ну конечно будьте чернее ой девочки и мы вот это в 12 ночи новый год отмечаем сделали коктейль с этого ликера из этого столового вина то кислое сильно знаете и она же там градусов там на этом если было там три градуса на в этом кислятине вине я как вспомню то девочки я и вина никакие не люблю после этого еще вот это я и в коробках пила вино вот это которая вот теперешняя уже как только появилась мне от него как не выпью так и рыгаю как не выпью так и рыгаю ну вот и это ну и все это мне как стало плохо от этого ликера я в два часа ночи девочки сама ушла домой не боялась а снега кругом волосы с лоркой у лорки остались а я пошла мне так плохо было так рвала и я только домой хотела я пришла легла на нашу мы соли вдвоем спали для глава нашу кровать а волка и сергей под кроватью кубу устроили специально взяли поселили что-то северим не постелали ничего не помню и залезли туда и начали сетку ногами поднимать вот эту металлическую мне и так плохо не специально дратует меня поднимать а потом я вот уже днем почти пошла к ним туда назад ничего уже не ела не пила ой кошмар как вспомню это первый раз выпила и так неудачно ну девочка скажите можно без вот этого прожить он у самошедшие гроши стоит без борща не проживешь без картошки а без вот этого но еще такое противное когда живое живое кто-то погладил бы никогда в жизни а прикиньте какое оно живое было противное девочки знаете а люблю вот эти все и мидии люблю вот я сегодня слышите в варусе да в варусе я взяла коробочку там акция сейчас на все ты это шел коробочках вот это но в масле ассорти там разные эту длинненькая такая коробочка так там грамм 250 наверное мне может 200 и и по бокам видно что там а я еще так вот на дно посмотрела кальмары есть и эти и креветка по моему 1 там мидии разные вот эта фигня порезано ассорти неплохо я думаю вот так вот взять тоже неплохо покушать в том как представишь эти мидии как они там выколуплены кошмар и сразу и не хочется уже что я там сделала хоть огонь что-то за огонь не знаю чтоб вода сейчас выпарилась и сейчас тут все быстро прижарю это кину майонезик оттуда укропчика и наверное чесночка взять поражить это наверное не надо что то я сейчас что-то кругом чесночок кидаю туда и сюда так сейчас я быстро подщикаю немножко пластмассинки осталось пластмассинка это их не желудок я так думаю а там бог его знает не знаю вот это так как пластмассы кусок вот доски неудобные вот эти гляньте вот эти бортики нож сюда задевает ну что это за доски барахло такое гляньте как она тут тормозит и пальцы бьет и все ненавижу вот это помою и все и за футболю куда-то спрячу только деревянные доски должны быть кошмар так осталось пшик я уже не по одной по одной то сильно долго сидеть выпендриваться вот пластмасски кусочек прозевала вроде все руками пробирала сашки вчера племяннику не звонила и он мне позвонил что говорила саша что тебе звонить когда ты должен звонить когда есть время что же если у тебя время нет а тебе звонить а ты ты же нет ни в пионерском лагере самом настоящем дурдун че ножи такие че оно такое вот это все это что-то порежешь сразу и тут пасмасинка вот кусочек яма яма в руке вот тут мозоль такой у меня в то обдиру не манечу опять проходит там опять мозоль опять как деревянный опять по обдираю все девочки ура шабаш подарки закончила готовить подарки девочки подарки все алис все можно уже не накрывать так все девочки шабаш это на мусор а это сразу все перемыть девочки мне кажется уже пожарились мои грибы с луком я так думаю сейчас сяду я уже и на маленьком огне и на большом девочки смотрите я думаю что да правильно до хорошей конститенции конститенции довела правильно я выговорила неправильно мы этими словами никогда не пользовались они нам были ни к чему я думаю хватит правда высыпаю сюда свои эти кальмарики так девчоночки сейчас мы это все немножко присолим сахарку я положила на лучок сразу сольку не ложила вот так посолим главное не пересолить так девочки сейчас хорошо помешаю и поставлю без крышки без ничего ну девочки не знаю как будет с грибами но это как горячее блюдо это не салат ну я думаю будет неплохо да девчата а что здесь плохого лежит лучок сковородка такая тяжелая зараза лук грибочки эти выкрутасы кальмары все немножко сливочного масла немножко оливкового сейчас пускай пару минут майонезиком и чуть 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 прямо 50 грамм водички и укропчик и тоже еще минутка протушиться и хорей сейчас девочки на сухому тут порежу укроп сбоку и шо воно получится не знаю ну я думаю не вкус еще не вкусно вкусно а сама про себя думаю хотела сказать думаю это ладно скажу я думаю вкусно матюсь матиос и картошечка сыбулька с пахучим маслом все таки вкуснее извините гурманы но это тоже вкусно Не всегда и селедку трескать, надо и повоображать, поделикатесничать. Ну, не знаю, как с грибами, с укропом, с майонезом. Думаю, сметана не надо, сметана кислинку дает сильно, нет. Куда не положить сметану, ее все равно слышно. Или сливки надо ложить, или лучше уже майонез, но не сметану. У меня сметана уже кругом, вот я уже сколько испытала сметану добавлять в разные подливки, разные заливки, переливки. Я поняла, что сметана, сметана только вкусна в борще. Вот это да. Я не дай бог, с майонезом борщ или что-то, или никаких сливок, ничего. Мне только сметана надо. Я борщ без сметаны, это для меня не борщ. А ее же и не любят. Вот, я люблю. А уже в разные вот эти выкрутасы только надо ложить сливки, значит. Или же майонезик. Девочки, прикиньте, я одна целый день, без собак. Вот мы сразу вдвоем заскочили. Соля идет. Ага. Я одна без собак, целый день, только вот говорю, снимаю. Вдвоем сразу заскочили и все. И через чего? И сразу малыш дико выкинул отсюда. Ага. Давала печеночки, дала им, дику дала одну печеночку подошел, взял вторую. Малыш, как всегда. Я ему кинула в этот, он судочек вынесла туда, на порог положила, дикую эту отдала. Все. Дик как вышел и вот это первый раз зашел с тобой. Прикинь? Все, он ушел. И этого я выгнала. Понимает, все. Станя тут, там на пороге стоит. А я ж тень его вижу, на полу он стоит. Я не знаю, что делать. Вот твоих надо выгонять, а не... Прикинь, прикинь. Нет, надо его наказывать. Я не знаю, что. Так не годится. Будешь получать. Бери он свои котлетки. Что? Я не ела, я только вот это все пожарила. Я пришла салат поела. Хорошо? Ага. Салатик. Прям злая была, хоть Берита назад едет за салатом. Ну, он что, не спортился? Нет. Покушала. Только пожарила. Упадет. Упадет. Разобьется. Пленки все пооббиралом кидала. Что? Там ничего не добавляла. Лук, укроп, одно яйцо. И вилочкой немножко имбиря отсапнула с баночей. Вот это имбирь дал вкус. Там ты видела, сколько я его дала. Вкус имбиря. Да. Ну, я знаю, вкусу чего-то. Конечно, имбирь дал вкус такой. Какой? Имбиря. Ты видела, сколько он видео я сняла, посмотрю. Вилкой вот так потянула одну волосину. Одну эту, лепесток. Посмотришь, он видел. Опять пришла, опять насыпана. Ну, то сыпется с этого, с этой доски. А чего днем оно не сыпется? Вот я сижу. Не знаю. Как пришла, так и есть. Сейчас он делает кальмары с луками, с грибами. Ни муки там, ни мамки, ничего не ложилась. Думала, они пожарятся, поразглазимся. Откуда я знаю. Или с карася, или с этого, с леща. Ну, скорее всего, с карася. Один кусок? Один. А может и не один, откуда я знаю. Оно было еще замерзшее. Я руками раздавливала, руки закатюбли. Я так и не поняла, чи один, чи два, чи три. Все в куче. Получил Сашка посылку. Пришло мне поведомление. Посылка отримана. Не звонил? Вот так он его не пускает совсем. Хорошие вот эти шкуры. Как раз сейчас ходить. Чить шок. Хорошие, конечно. Деркие. Просторные. Не понатирала? Нет. Я еле вытащила сегодня в рошину. Я уже так выкручивалась. Вытащила и положила его, чтобы досмотреть, какой идет, вот как шпора на пятке, вот так вот идет вот это нохоть, что впирает туда. Видишь, осмелел, осмелел Дик. Дик усечка. Ласточка. А Оля вам дулю принесла, да, сегодня? Я не заходила. Ну вот, не дай хоть печенки у нее, только в морозилку посляла на мысочке. А котлеты не будут? Ну да, и пусть будет. На, малыш. Кушай. На, малыш. А тот побежал. Заказ уже. И вон оно лежит. Дик съел сразу. Иди кушай. Видела сегодня одного человека? Сокола? Нет. Лёву. Лёву? Да. У Варуси. Я зашла, а он стоит возле ячеек, забирать пакет. Без фуражки, без очков, без ничего. Какой-то как пришибленный немножко стал. Он и так был пришибленный, а это еще больше. Это глаз левый. Нет, правый, правый. Как-то прищуренный, прищуренный у него тоже меня увидел. Я говорю, о, где ты пропадал вот это? Я говорю, пока Барновычка мне не сказала, что тебя видела, тебя никто даже не видел. Я говорю, ну что, там кастрюли купил, скоро на Новоселье приходите. Он говорит, я знаю, где они. Я говорю, в общем, готов кушать с новых кастрюль, придем с Олей на Новоселье. И пошла. Я говорю, давай, Лёву, пока слава Богу я тебя увидела. Ну, он первая, я первая. Ход, говорит, не знаю, где я. А вот ты Волке не звонила, Шонка? Звонила. И что? Ну, ничего, дома. Нормальный? Да. Он же и спрашивал, не звонил, Сашка? Нет, нет. А что тут не позвонить, да? Ну, возьми, позвони. Мы же тебе сказали, что звони ты, мы не можем отвлекать тебя. Ты же не в лагере пионерском, не на работе, что чхнул на работу и взял трубку. Кошмар. Кошмар один. Так, что Лёва жив-здоров. Мне так смешно было. То он мне всегда первый. А то он уже, наверное, не хочет говорить на эту тему трону. Ну, сдал. Витать у него не было видно, он, наверное, приболел. Ой, какой тяжелый сковородка. Кошмар один. Девочки, готово. Куда его переложить? Девочки, я думаю. В тарелочку куда-то. Глубокенькую, если тут есть. Сюда мало будет. В тарелочку для борща, которая в эту. Не знаю, что тут за вкус получился. Вот она. Лучок, грибочки. Пожарились. Потом кинула кальмары. Пару минут прожарились. А потом майонезик, укропчик. И немножко водички протушились. Может, минута. Ну, не знаю, дубовые, не дубовые. Сейчас попробуем. Сейчас все попробуем. Ой, все. Ой, какое тяжелое, страшное. Фух, наверное, 3 килограмма сковородка весит. На. На, малыш. А дик взял? Взял. А этот длинный? И сразу утекает. За диком, смотреть, что он там делает. Прикинь, он от него не отцепливается. Девочки, вот еда. Сейчас одну волосину кальмара попробую. Не дубовый. Но. А кальмар же он такой и есть. И не дубовый. И он же не как вата. Ну, мне кажется, ничего. Бери блюдечко. Ты съел? Он съедает. Бери блюдечко. Бери отсюда прям. Ну, что это вкус кушается теплым. Вон хлеб есть даже. Юшечка, Юшечка, вкуснятина. А тут есть. Машу. Прожить можно без этого. Селедочка есть селедочка. Хорош, сойдет. Юшечки возьми. Вкусно с Юшкой. Я крылышки взяла сегодня. Кило двести восемь штук. У себя. Восемь штук? Ну, посмотри, какие. А я покушаю. Не знаю. Я не видела. Она уже мне их подала. Взяла в холодильнике. Взвесила в кульке. У себя возле ворусов. Я специально взяла восемь штук. Вот, сейчас посмотри. Ну, это вот скушать просто как закуску. Вот, насыпать вот так отдельно покушал. И все. Но неплохо. Особенно Юшечка. Девочки, неплохо. Честно. Но прожить можно. Без них. Еще бери. Это уже и диетическое блюдо. Грибы, лук и кальмар. Майонез. Майонез. Это, насколько я выделила. Ну, посмотри, кремушки. Тут восемь крылышек. Вот, а крылья большие. Вот, и что, видишь, что не такие, как ты брала? Конечно, нет. Здоровые крылья. Пилу 200. Ну, а у тебя килограмм-то, да? Восемь. Да. Так вот такие. Все. У меня нет ничего. Смотри, как он его сопровождает. Прикинь. Все, выгнал. Дик, иди сюда, Дик. Он не идет, Дик. Я даже в подвал залазила за ним. А ты уйди, малыш. А он вот так вот съеживается. И как парализованный становится. Я кругом ходила. Села на порог, чтобы он не заходил. Да. Я не знаю, что делать. Крылья не надо в духовку ставить? Нет. Так, все. Кушать можно, но это отдельное блюдо. Съел, покушал и все. Еще как-то варят и с этим, с луком сырым салат делали. А я никогда не делала. Вот так делала. Только без рябул. Просто много лука. Вот так прижаривала на сливочном масле. Вот так с подливкой. Потом через сметану, через сливки. А салаты никогда не делала. Не знаю. Вкусненько. Надо на помидоры какой-то гнет положить. А какой? Не знаю. Ну, я не знаю. А зачем? Ну, сказали, написали, что обязательно гнет надо положить. В тарелочку и на тарелочку что-то тяжелое. Девочки, все. Очень вкусно. Мне понравилось. Ну, это такое отдельное блюдо. Сделал. Захотел покушать. Блюдечко. Даже без хлеба. Будьте здоровы все. Бэлочки. Будьте здоровы все. Будьте здоровы. Будьте здоровы.